Добрый день! Говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа Археология, студия Сергей Медведев. Крестовый поход детей. Сюрприз для политологов, социологов и правоохранителей. Неожиданное явление молодежи на улице во время массовых протестов 26 марта и, собственно, в акциях, последовавших затем. Неожиданное также явление молодежи в различных протестных роликах, когда они выкладывают в сети различные видео того, как их прессуют в школах, а не сопротивляются этому прессингу. Что это такое? В какой степени это действительно является новым словом в российской политике и в российском обществе? Смотрим в сюжете Анастасия Тищенко. 26 марта в России стало днем уточек и цветных кет. В десятках городов прошли митинги против коррупции. Поводом послужил недавний выход фильма Алексея Навального «Он вам не Димон», который уже собрал 18 миллионов просмотров. Фонд борьбы с коррупцией рассказал о дорогой недвижимости премьер-министра. Даже уточка на даче Медведева живет лучше, чем некоторые россияне. Правительство на расследование не отреагировало. Навальный стал призывать людей выйти на мирную демонстрацию, чтобы требовать ответа и выступить против коррупции. Правда, согласовать проведение митинга удалось далеко не везде. В основном говорили, что на этот день уже запланированы другие мероприятия. Поэтому во многих городах, в том числе и в Москве, митинги были не санкционированы. Но это не остановило людей. Всего, по разным оценкам, на улицы вышло от 30 до 80 тысяч человек. Некоторые СМИ отметили, что среди участников было много школьников и молодежи. Много по сравнению с митингами и демонстрациями прошлых лет. По подсчетам команды Навального, примерно 6% участников были несовершеннолетние. Но даже некоторых из них задержала полиция. По всей России в ВВД 26 марта оказалось примерно 2000 задержанных. Кто-то отделался штрафом, кого-то посадили на 10-15 суток. Но узнать обо всем происходящее можно было только в интернете, в соцсетях и на сайтах некоторых СМИ. Федеральные телеканалы делали вид, что ничего не происходит. Только спустя несколько дней стали рассказывать о задержанных на каких-то митингах, которых для их телезрителей, по идее, не было. Но опрос Левада-центра показал, что 61% россиян все равно знало о протестах 26 марта. У нас в гостях сегодня Олег Журавлев, социолог, сотрудник лаборатории публичной социологии, и Юрий Сапрыкин, журналист, редакционный директор Moscow Times. Ну вот я пытаюсь сейчас понять, Юрий, для вас было сюрпризом такой выход молодежи? Потому что я, честно говоря, даже вспоминая эфиры, и с вами, по-моему, мы тоже делали эфиры, говорили последние пять лет, вот все эти послеболотные годы, о том, что молодежь апатична, и не нужно им ничего, кроме айфона, там, штанов дисквейрид и теплого места в Газпроме и так далее. И вдруг такое массовое явление? Ну, в акции 26 марта для меня было много сюрпризов, но выход молодежи, пожалуй, не самый главный из них. Я понимаю, что мы сейчас немного удаляемся от темы, но самый главный сюрприз — это то, сколько людей вышло в разных городах России. То есть чувство, когда я утром проснулся и полез, где-то прочитав новости, смотреть видео из Владивостока и Хабаровска, вот это удивление уже в течение дня ничем не удалось перебить. Вот, и публика во Владивостоке, в Екатеринбурге, в Новосибирске, она была далеко не такая школьная, как, ну, как сейчас принято уже думать про Москву. Вот, и, возможно, я закончу на этом лирическое отступление. Все эти разговоры про восстание детей и крестовый поход школоты — это в некотором роде, ну, может быть, случайная, а может быть, целенаправленная попытка отвлечь внимание от этого действительно удивительного и опасного, может быть, для власти феномена. То есть вообще в целом насколько расширился процесс региональный и социальный. От политизации людей, которые вот ни по каким выкладкам никаких социологов и культурологов не должны были. Это еще хуже, чем подростки со штанами дискверт. Это просто вот то самое путинское большинство, которое должно сидеть у телевизора и не отсвечивать, работая на бюджетных предприятиях в промышленных центрах. Тот же вот аргумент, который я часто про себя говорил, потому что сейчас на историческую сцену, на сцену публичной политики выходит поколение, которое родилось при Путине, которое вообще в жизни не видело ничего, кроме Путина, и не знает, что, возможно, альтернатива. Олег, для вас это было сюрпризом? Вы, как я знаю, политический активист левый, вот вы как-то, видимо, более интегрированы с молодежью. Для вас это стало сюрпризом? Ну, конечно, то, что много людей вышли внезапно, и я тут согласен с Юрием, что люди вышли в регионах, это было достаточно непредсказуемо. С другой стороны, я бы тоже не спешил говорить о том, что появился новый субъект политики. Действительно, молодежи, например, по данному ВДНФО, которая сравнивала количество задержанных несовершеннолетних на Болотной, и сейчас их было чуть-чуть больше. Но я, честно говоря, был разочарован тем, насколько легковесно не только журналисты, но и социологи начали говорить о появлении вот этого нового субъекта политики, молодежи. Я думаю, что с этим еще предстоит разобраться, и преждевременных таких громких выводов делать не следует. А почему, Юрий, вы как считаете, почему именно этот ролик стал таким триггером? Собственно, были и предыдущие расследования Навального, но именно почему-то Медведевский, хотя, казалось бы, Медведев далеко не слабое, не самое, так скажем, злостное звено вот этой вот огромной путинской системы. И именно такое как бы слабо-либеральное, с такими действительно слабо-более слабо-коррупционными проявлениями яхта, но на Волге. Вот. И стало триггером вот этого протеста. Вы знаете, от этого ролика, вот у меня, по крайней мере, есть очень четкое ощущение, что он, может быть, тоже, не то чтобы он какой-то особенно молодежный, да, и дело не в том, что он зацепил именно школьников, именно молодежь, но он определенно зацепил какие-то такие, ну, слои каких-то людей, которые раньше на деятельность Навального и на все антикоррупционные разоблачения возможно, вообще не обращали внимания. И арифметически то количество просмотров и какая-то реакция на него, ну, которую я вот своими нехитрыми приборами, разговорами, там, знакомствами, общением с людей в разных городах могу замерить, говорит о том, что много людей очень далеких от каких-то оппозиционных дел были серьезно этим роликом задеты. Вот. И причина этого, конечно, причина этого абсолютно медийная, понимаете, когда в газете «Семь дней» вам пишут про, или в программе Малахова вам показывают, не знаю, какую-нибудь певицу Зару, да, то, что у нее скандал с мужем, но это, в общем, интересно. Когда показывают Пугачеву, то это интереснее, ну, в геометрической прогрессии. Вот точно так же Медведев – это абсолютно общенародная, общенациональная политическая звезда. Это в некотором роде бывший президент, да, это человек, который распоряжается деньгами, который отвечает за экономику, который говорит людям, что денег нет и нужно держаться, затянуть пояса, который начисляет пенсии. Вот. И когда вот этот человек, не вылезающий из телевизора, вдруг в каком-то другом окошке, в другом экране, предстает владельцам, ну, абсолютно немыслимых для обычного российского гражданина каких-то дворцов, заводов, газет, пароходов, это производит впечатление. Понимаете, это не Абрамович, это не Сечин, это не люди, про которых, ну, в общем, не все понимают, откуда они взялись и, кто они такие, и, ну, может быть, формально говоря, у них есть право на эти дворцы и яхты, а это тот самый человек, который говорит в ежедневном режиме с экрана телевизора, что, вы знаете, ну, как бы, извините, но в этом году вот пенсии будут повышены на 3 рубля, больше не можем. Ну да, вот в этот зазор попало. Да. Здесь, да, удивительно совершенно, я тоже по своей регистрации, потому что я, с одной стороны, преподаю студентам из школы экономики, и, с другой стороны, я в лицее читаю лекции, общаюсь с обычными школьниками, старшими школьниками. И я был совершенно удивлен, во-первых, после ролика, и, во-вторых, перед митингом, насколько весь класс жужжит и гудит, и люди ко мне подходят и спрашивают, а вот будет митинг, как вы считаете, опасно ли идти на митинг или нет? Я совершенно не ожидал этого от 14-15-летних, которые вдруг ко мне начнут обращаться с такими вопросами. Я 5 лет этого не ждал. Там очень много всего переплелось. Я бы еще сказал, что, если мы вспомним, например, болотные протексты 11-12 годов, то я помню, что когда мы их изучали, мы увидели, что основным мотивом, да, почему люди выходили на улицы, были не сами фальсификации, а то, что эти фальсификации происходили очень нагло, да, беспардонно. Никто даже и не скрывал их, YouTube зафиксировал, что они действительно были, и вот эта вот наглость и беспардонность действия властей вывели люди на улицу. Так же и сейчас, да, мы привыкли к тому, что власти воруют, но когда не самая простая экономическая ситуация в стране, когда мы находимся в фазе экономического кризиса, вместе с тем приближается президентская кампания, вот, и мы уже привыкли к тому, что вот Медведев, да, говорит, что вы держитесь, руководители экономического блока говорят, что, ну, в России должны появиться действительно больше бедных, чтобы выйти из кризиса. Вот когда такой контекст создается, да, то действительно вот в этот момент вот эта вот коррупция выглядит более наглой, вот, более наглой и неприкрытой, поэтому она работает более мобилизующей, скажем так. А с точки зрения, так скажем, ну, даже не электората, а вот тех, кто выходит на улицы протестной массы, почему политизация так резко усилилась, что действительно уже затронуто более молодое поколение? Я думаю, что тут может быть несколько причин. Во-первых, это действительно экономические сложности, молодежь скоро будет выходить на рынок труда, но вместе с тем это то, что вопрос даже не в том, что именно показывает Навальный, вопрос в том, как создается убедительная репрезентация несправедливости. Она создается с помощью интернет-технологий. То есть стилистика другая уже Навального. Стилистика, но я бы даже сказал, что тут вопрос глубже. Вопрос в том, что Навальный смог создать повестку не вокруг каких-то социальных конкретных проблем, которые бы затрагивали конкретные социальные группы. Он ее смог создать вокруг определенной технологии, что дело не в наших идеологических предпочтениях, дело в наблюдаемых достоверных фактах. Я видел вброс, был такой лозунг на болотник. Точно так же сейчас я вам покажу с помощью вертолетной съемки, с помощью цифр, которые вы можете прочитать на сайте ФБК, что это абсолютно достоверный факт, что Медведев ворует в совершенно чудовищных размерах. И молодежь, которая очень благодарна публике для этих интернет-технологий, она действительно воспринимает вот эти убедительные доказательства, эти достоверные подтверждаемые факты близко к сердцу. То есть вопрос в том, как это сделано, а не только в том, что именно там показано. Да, вот мне кажется, здесь Олег очень важную вещь поднимает, потому что это технологический сдвиг какой-то происходит. Потому что и вбросы на выборах 2011 года, это же камеры неожиданно появляются, и съемки Навального с квадрокоптера, они с другой технологической реальности, в которой власть уже не может распоряжаться. Она может прийти учительница с указкой или представитель РАНО и орать на школьников, но они не могут ничего противостоять вот этому визуалу. Да, и интересно, что я очень много слышал лекции про медиа будущего, и даже сам несколько читал. И когда уже много лет все сходятся на том, что будущее принадлежит видео, и нужно что-то делать с видеоконтентом, то профессионалам медиа как-то кажется, что, ну, это значит, что вот должен собраться там редакция New York Times или Первого канала, или, ну, в общем, какие-то профессиональные люди, и вот снять какое-то видео, которое хорошо зайдет в интернет. И это и будет будущее медиа, да? Никто же не думает, что будущее медиа – это вот этот пятиклассник, который сидит и снимает на телефон с парты училку. И это в сто тысяч раз интереснее, живее, острее и вот про сегодня, чем все, что на эту тему могут сочинить многоопытные медиа-видеопродюсеры. Да, не говоря уж о том, что, ну, не будем говорить уже про там различия между пропагандистским телевидением и каким-то свободным вот этим самодеятельным видео, хотя, безусловно, ну, понимаете, когда, я вот на днях посмотрел впервые видео, ежедневный видеоблог, который делает фонд борьбы с коррупцией, программа «Кактус», которую ведет юрист Люба Соболь. Понимаете, вот мы любим эту цитату про стилистические разногласия, и вот здесь… Это Абрама Терца, да, Синьевского, по-моему, «Стилистические разногласия советской власти». Да, даже не вдаваясь в смысл происходящего, какая разница между стилистической, между вот этими мрачными, угрюмыми, ведущими ток-шоу, которые орут друг на друга и пугают, то Америкой, то Пятой колонной, то еще каким-нибудь терроризмом, вот, и вот нагнетают вот этот мрачняк. И девушкой в синем платье с цветочным горшком, которая вместе с Навальным весело, ярко, живо, с там цитатами из «Гарри Поттера», с интонациями абсолютно, ну, как бы нормальных, человеческих, вот сегодняшних людей, таких же, как и зрители, рассказывают какие-то, какие-то живые истории. Это живое. То есть поколение Путина оказалось в результате поколением визуалов, поколением Ютьюба, и это даже более важно, чем то, что они, как бы, выросли в новом социальном контракте, не зная, там, борьбы 90-х годов. Мне кажется, еще важно, ну, даже не только то, что они, там, любят картинки и не любят текст. Важно то, что они лишены каких-то травм, к которым апеллирует нынешняя пропаганда. Они действительно лишены опыта и 90-х годов, и распада Советского Союза, и жизни в Советском Союзе с ощущением вот этой сильной, социально защищенной и могущественной империи. Вот поэтому, когда этим людям с экрана телевизора говорят, ну, там, давайте вот снова сплотимся, чтобы снова вернуть... Их это не трогает. У них нет в Москве вот этих центров, на которых эти слова действуют. И пугать их 90-ми тоже бессмысленно, потому что они не... Они вообще не понимают, о чем речь, почему этого надо бояться. Да, 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 на этих роликах это очень хорошо видно, как учительница их пугает 90-ми, а дети не реагируют. Что, как... Я бы еще добавил, что, возможно, не следует переоценивать аполитичность этого поколения, потому что, в отличие, например, от 2011 года, до которого, в общем-то, публичной политики в России не было, после 2012 года, несмотря на спад публичной активности, тем не менее, все-таки оппозиционная политика стала, скажем так, фактом нашей публичной жизни, да, болотное уже состоялось, оппозиция так или иначе стала известной. Большое количество блогеров, культурных деятелей, да, там, вплоть до режиссера Сокурова, время от времени высказывают свои политические убеждения. Вместе с тем, государство, да, и Путин ответили на эту политизацию 90-х, политизации со своей стороны, да, крымский консенсус, Путин попытался показать, что вот он может не только воровать, но и, там, вести войны, мобилизовывать людей, там, в поддержку Донбасса и так далее. То есть, на самом деле, несмотря на окажущуюся политичность, вот это поколение подрастало уже в среде, где и оппозиционные, и государственные способы политизации стали, скажем так, фактом общественной жизни. Это очень важно. После перерыва как раз начнем наш эфир с голоса одного из представителей этого поколения. Оставайтесь с нами. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода в эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Юрий Сопрыкин, журналист, редакционный директор «Москва Таймс» и Олег Журавлев, социолог, сотрудник лаборатории публичной политики. А сейчас вы увидите сюжет, разговор нашего корреспондента Анастасии Тищенко с Артемом, 20-летним Артемом, который участвовал в городских протестах в конце прошлого марта. Меня зовут Артем, мне 20 лет, студент третьего курса и приехал 26-го числа на прогулку по Тверской улице с уткой в руках. И за эту утку на этом месте меня задержали и дали мне 10 суток. В декабре 2016 года рассказала о нем моя подруга. Она ярко меня уговарила проголосовать за него в 2018 году, так как он хочет поменять всю власть России, убрать коррупцию, сделать, чтобы люди хорошо жили. Подписан на канал Навального и в день выхода посмотрел этот фильм и уже сложил ясное мнение о власти нашей. А почему решил поехать на митинг все-таки? Ну, я решил так высказать свое недовольство коррумпированной властью и просто разнообразить жизнь свою этим. Рассчитывал то, что максимум меня зеленкой обольют, но получил 10 суток. Ты говорила, что на таких мероприятиях могут посадить? Нет, но я утром смотрел стрим Навальный лайф. Там уже говорили, что есть задержание. И после этого я подумал, что стоит как-то подготовиться к этому всему. Не просто так это будет. Но ты не испугался при этом? Нет. То есть вообще даже в автозаке никакого страха не было. В электричке женщина там продавала надувных уток. И вот я воспользовался моментом, купил ее, стоила на 60 рублей. И вот как сразу сел в автозак, позвонил матери, сказал то, что я задержан и ну то, что отключу телефон для экономии заряда. Она понимала, какая ситуация в стране и одобряет мой поступок. То, что я так вот поехал, высказал свое мнение этим. Пока мы стояли в автозаке перед спецприемником, там парень читал отзывы об этом спецприемнике. Там говорили, что тараканы, спать на земле будем, всякое такое. То есть пугали по-разному. Ну-ка зашли, там ремонт был в феврале. Все было хорошо, чисто, кровати были. Кроме меня там еще было где-то человек пять тоже с митинга. Первые два дня просто как лежали, общались. Потом волонтеры нам привезли еды, книг различных. Вот мы занялись чтением. После того, как все книги перечитали, уже просто, не знаю, придумывали всякие игры. То есть настольные, играли в мафию. Самодельные карты из упаковки из-под чая сделали. Думаю, ну если не только вот те люди, которые выходили 26-го часа, но еще все другие объединятся и объединиться полиция, то есть сбунтует против такого правительства, то я думаю, что-то сможет случиться. То, что люди поймут, что так нельзя жить и нужно действовать, а не сидеть дома. В камере говорили, то, что если бы 6-го митинга был, мы бы опять пошли и опять бы сюда приехали. Это Артем в нашем сюжете, в сюжете корреспондента Анастасия Тищенко. Ну вот вы знаете, слушая его, я понимаю, что какой-то ментальный сдвиг произошел. Я сам был 26-го на Пушкинской, и я смотрел на людей, я вспоминал, например, один из тяжелых таких был митингов, по-моему, это 5-е декабрь, 5-е декабря 2012-го, что ли, года, когда вот в темноте там и винтили очень многих народ, фонтан когда забирался и так далее. Но все равно, ну, полиция тогда действовала жестче, но в этот раз, хотя постоянно вклинивались вот эти вот отряды космонавтов, молодежь не боялась. Вот я не вижу какого-то страха. Мне кажется, что выросло то, что вот, ну, пускай это штамп, не поротое поколение, вот, но и действительно какое-то поколение лишенное вот этого у нас еще идущего из Советского Союза, наверное, въевшегося страха перед вот этим вот полицейским. Ну, мне не кажется, что на дистанции между 2012 и 2017 годом случились какие-то существенные поколенческие различия, но интересно, что настроение действительно совсем другое, что болотное, особенно вот так уже на излете этого политического сезона, у этого было ну, такое настроение, не могу сказать истерики, но озлобленности какой-то извините за выражение, ну, какое-то стрёмное, да, потом еще зима была, темно, мрак и все такое, это была агрессия со стороны правоохранителей накладывалась на вот такую внутреннюю агрессию или или злобу или гнев протестующих людей, а сейчас вот почему-то этого нет, не то, чтобы на Пушкинскую вышли какие-то специальные плюшевые зайки, но все абсолютно спокойно, такое ощущение, что вышли какие-то нормальные люди, вокруг которых просто устали от того, что вокруг бесконечно скачут какие-то злые клоуны, какие-то фрики, какие-то сумасшедшие, которые постоянно пытаются что-то запретить, что-то на них навесить темное и мрачное, а эти люди они может быть да, вот я еще думаю социально, есть какое-то ощущение такой спокойной силы, что ли, и когда Навальный вот в этом же самом утреннем шоу говорит, что ну а что такое спецприемник, это ну на самом деле это отличная вещь, если вы хотите отоспаться, книжку почитать, то вот загреметь на 5 суток это вообще самое милое дело, это как такой релакс, отдых от работы, это же совсем иной подход, это не то, чтобы уууу там давайте разрушим эту тюрьму и свергнем всех, и Путин нас боится, и мы Путина боимся, нет, ничего мы не боимся, ничего мы не боимся, надо надо посидеть 10 суток, окей, посидим, не проблема. Интересно, что вы говорите, что Навальный им говорит, вот я хочу поднять тему вот этих обвинений Навального со стороны власти, что вот он выводит школьников на улице, призывает их к незаконным действиям, а я с другой стороны думаю, ну что значит он выводит, что значит он переживает, вот у нас был в сюжете абсолютно состоявшийся политический субъект, и даже вот Артема хорошо, 20 лет, даже если не 20 лет, даже если положим 15 лет человеку, почему мы должны отказывать субъектности вот этим вот молодым гражданам? Я вот хотел как раз отреагировать на то, что вы сказали и сказать две вещи. Во-первых, действительно это вполне состоявшиеся люди, я бы не спешил их называть какими-то очень уж особенно бесстрашными. На самом деле, как мне кажется, то, что говорил Артем, вполне укладывается в ту протестную культуру, которая была заложена уже болотно. Ведь посмотрите, с одной стороны он говорит вещи довольно революционные, нужно сменить всю власть, как предлагает Навальный убрать всю коррупцию, все поменять. С другой стороны, ведь риторика протестующих очень наоборот не революционная, а как это в политологии называется легалистская. Они говорят, закон на нашей стороне, это власть его нарушает. Вот как был такой лозунг у диссидентов, соблюдайте вашу конституцию. Во многом бесстрашие вот этой молодежи проистекает из их уверенности в том, что закон на их стороне, они не какие-то революционеры, хотя не хотят серьезных перемен, они хотят наоборот закон защитить. Во-вторых, по поводу диплора этого поколения, вы знаете, мы в нашей лаборатории публичной социологии проводили специальное исследование участия подростков в протестах в 2011, 2012, 2013 годах. что мы увидели, что подростки были очень самостоятельными в частной жизни, в личной жизни, они настаивали на том, что они сами решают, с кем им встречаться, какое образование выбрать, в какой университет поступить. Но при этом, когда речь заходила о политике, они сами про себя говорили, как о недостаточно взрослых. То есть, все-таки, для политики, наверное, еще слишком маленькие. Было очень интересно, что некоторые наши респонденты, мы брали у них интервью, они, например, говорили, что вот мы пришли на митинги, мы надели какие-то майки с протестными лозунгами, или мы попытались прорвать цепь полиции, а потом говорили, ну, это, конечно, было какое-то ребячество, это была какая-то подростковая выходка. То есть, они были склонны сами себя инфантилизировать, как политических субъектов. Это тоже нужно учитывать. И в этом плане я тоже бы тут не согласился с тем, что это не породное покорение, которое не помнит советское общество. В советском обществе, на самом деле, если мы посмотрим на разные волны политизации, там, и в 50-х, и в 80-х, дети были маленькими взрослыми, вот, они не считали себя, значит, априори инфантильными в политике. А сейчас инфантилизм все-таки гораздо лучше. А сейчас, да, и даже посмотрите на то, что вы говорите, что вот на Навальной детей выводят, значит, дети-то святое, детей нельзя в политику, да, даже на том же дожде было очень смешно, что ведущие, да, называли, например, несовершеннолетних на ты, а их родителей на вы. То есть, вот эта инфантилизация, она присутствует, и она подросткам передается самим. Они сами усваивают этот взгляд на самих себя и считают себя недостаточно взрослыми в политике. Как правило, это люди, которые, ну, которые уже могут вступать в брак или служить в армии, да, но когда дело доходит до того, чтобы выйти на митинг, они почему-то сразу превращаются в каких-то несмышленышей, в каких-то абсолютно беспомощных и бессмысленных... Да, 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 которые нужны молодежные движения. Которые манипулируют там кто-то на войну. Да, 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 да. Вот, мне кажется, это во многом искусственная инфантилизация, причем она не сегодня началась. Это, ну, такая политика, которая продолжается годами. И принципы этой политики очень хорошо сформулировала вот эта брянская учительница. Ну, то есть, зачем вы лезете в политику? Там же все вот непонятно, это же все вами манипулирует, и вы никогда не разберетесь ни в чем. Идите лучше вот там, проведите субботник, очистите школьный двор или там металлолом соберите. Вот, сделайте что-нибудь полезное. И это на самом деле то, что молодым людям уже много-много лет говорит и власть, и медиа, да, и, извините, как бывший сотрудник журнала Афиши, я могу, ну, как бы и на наше медийное поколение тоже принять часть этой вины. как бы, что такое молодые люди? Это, это вот коктейли, это вай-фай, это, это велопарковка, вот это, да, да, да. Это, это, братцы, вот это вам по силам, вот это занятие для вас по росту, а вот все вот эти финансовые потоки и политические институты, это какое-то грязное дело, пусть там большие дядьки, которые уже насквозь синичные и прожженные, они как-то там сами разберутся, не нужно в это лезть, это просто, ну, неприятно и очень сложно. Я бы вот еще хотел добавить, что ведь это инфантилизирующая, такой инфантилизирующий взгляд, он ведь и на взрослых распространяется, я думаю, что любой политический активист, каким бы взрослым он ни был, который участвовал в политике более или менее долго, испытал на себе вот это давление общественного мнения, что ну, если ты участвуешь в протесте, за тобой кто-то стоит, тобой кто-то манипулирует, чьи-то интересы, то есть, на самом деле, вне зависимости от возраста, участвующие в протестной политике люди превращаются в глазах общественного мнения в таких вот детей, невозумных, смешленных, марионеток. В этом плане, мне кажется, что вот эта инфантилизация молодых, она отражает инфантилизацию политики, общества, публичной сферы в целом, и пока мы не сможем, как вы сказали, субъективировать в этом плане молодежь, то и общество останется многим инфантильным. Вы знаете, даже чисто лингвистически, как это все называется, я уж не буду там брать мем, они же дети, но вот это слово «школота», меня жутко возмутило, эта «школота», понимаете, это же такой дирогативный, унижающий суффикс, мне кажется, это совершенно замечательное слово. лимита, беднота. Я его впервые услышал, когда вышел сериал «Гай, германики, школа», и вот тогда в обсуждениях оно как-то впервые, впервые, впервые появилось. Вот, по-моему... А вы не считаете, что это унижающий суффикс? Собирательно унижающий суффикс? А вы знаете, это само название же, да, это не то, чтобы сидит какой-нибудь Сечин и презрительно называет их «школотой», да, или, не знаю, кто там, публицист из «Новой газеты». Это люди так сами о себе говорят, и в этом, конечно, очень много иронии. Да, мы такая саранча, вот мы такая... Но это же одновременно и часть вот этой инфантилизации и часть деполитизации. То, что, так сказать, целая группа себя вот так вот называет иронично. Они себя лишают субъектности вот таким самоназванием. Я не знаю, люди, которые называются «гопотой», они лишены субъектности от того, что они так называются? Если с ними встретиться в темном переулке где-нибудь на окраине, сможем ли мы отказать им субъектности? Нет, это просто... Но они акты... Лингвистические... Политические субъекты, это такая... Достаточно... Все равно это часть некой деполитизации. Но, с другой стороны, здесь поднимается очень интересный вопрос о роли школы в этом во всем, потому что здесь, конечно, с другой стороны, во всех этих роликах вырастает роль, вырастает вот эта вот зловещая фигура огромной дисциплинарной такой мрачной институции. И тоже со своей стороны скажу, я сейчас общаюсь, такой я преподаю программу для учителей истории, общества знания в школах, и я общаюсь с учителями. Чудесные совершенно, высокообразованные, все прекрасно понимающие. Женщины, молодые люди, в том числе 25-летние, но как только заходит речь об их отношениях с начальством, об их отношениях с системой, все, из них вынимают стержень, они превращаются в каких-то безвольных рабов. Вот нам спустили, мы обязаны проводить урок патриотического воспитания, а вот пришел батюшка, а вот мы собрали автомат Калашникова, а вот мы их должны провести в воспитательную работу, чтобы они на митинги не ходили. Да, вот мне кажется, если кто лишается субъектности в современном российском обществе, так это учителя, при всем при том, что для того, чтобы идти в школу, ну вот при нынешних зарплатах и в нынешней ситуации, нужно обладать, конечно, каким-то совершеннейшим фанатизмом или какой-то альтруизмом, самоотверженностью. Очень часто это люди, которые действительно болеют за свое дело. Такие почти святые, очень часто это энтузиасты, поэтому бросить в них камень или вообще в чем-то их обвинить, они поднимаются рука. Они же в фальсификациях в выборах принимают участие. С другой стороны, система, в которой они оказываются, действительно направлена на то, чтобы непрерывно дубасить их по голове, заставлять их заполнять какие-то бесчисленные бумажки, спускать им сверху то один, то другой идиотский курс, который они просто обязаны внедрить. И всеми способами демонстрировать, что от них ничего не зависит, что они за эту нищенскую зарплату должны все время отдавать честь и делать то, что им скажут. И еще тратя огромное количество своего времени на абсолютно нудную, бессмысленную, механическую, бессодержательную работу. В общем, да, здесь действительно мне кажется, что эти протесты и ролики последних дней показали, что и университетские преподаватели, тоже вот этот Томский, по-моему, или в Приморье в университете, он говорил, и там брянские школьники, вот этот завуч, показали, что существует какая-то невероятно архаичная консервативная сила внутри себя самой. Мы употребляем здесь обобщениями, потому что заметьте, что и вот этот Томский преподаватель и женщина, которая в консерватории рассказывала студентам про врагов народа и про Собчак, для них эта история не очень хорошо закончилась. Кто-то слег в больницу, кто-то вылетел с работы. Но это единичные, мы же понимаем, что это достаточно репрезентативные ролики. Мне кажется, что это довольно как раз единичные случаи, что попадают в сеть именно самые дикие, одиозные, самые невероятные. Типичная, наверное, вот эта брянская директриса, она похожа на всех учителей, просто в силу того, что она осторожная и она пытается как-то детей убедить, что лучше сидеть и не высовываться. Это нормальный здоровый инстинкт самосохранения. А вот, честно говоря, никакой архаической массы, которая бесконечно затаптывает свободномыслие и рассказывает детям про врагов народа, я не вижу этой массы. Ваше какое ощущение? Я бы тоже не стал демонизировать учителей и преподавателей, но мы, кстати говоря, точнее, наша сотрудница Светлана Ерпулева, она проводила исследование школьных конфликтов. Вообще социологи довольно редко могут попасть в школу, но вот здесь нам повезло. И надо сказать, что мы увидели в этом исследовании примерно то же самое, что и в случае Болотной. То есть, например, если родители, учителя и школьники вместе, например, протестовали против увольнения какого-нибудь директора-энтузиаста, мы в основном такие случаи брали, то точно так же даже не какие-то архаичные, а самые прогрессивные родители и учителя, которые боролись за своих директоров или против чего-то, они предпочитали, чтобы школьники не участвовали в этих протестах. Как Навальный сказал, мой сын решил пойти на митинг, но я бы не хотел этого, лучше я пойду за него и ради него. Там было то же самое, максимум школьникам могли позволить на митинге сыграть на гитаре какую-то песню, но даже у сторонников каких-то протестных действий, у прогрессивных взрослых, скажем так, вот это инфантилизирующее отношение оставалось. С другой стороны, мы не видим, чтобы, например, школьники приходили вместе на митинги, могли бы там одноклассники перейти, то есть они ходят как-то либо с родителями, либо поодиночку, либо с близкими друзьями, то есть можно было бы ожидать, что, несмотря на вот это патерналистское отношение со стороны учителей, школа формирует как какое-то горизонтальное, солидарное пространство между учениками, но пока этого не удалось увидеть. Ну, послушайте, одноклассник, бывший одноклассник моего сына, например, после 26 марта, присел на 12 суток за то, что он стоял, разговаривал на тротуаре, а мимо шли ОМОНовцы. Даже есть видео, где зафиксирован вот этот момент задержания. Хотел бы я, чтобы и мой сын тоже отсидел 12 суток? Нет, разумеется, нет. Являюсь ли я из-за этого сторонником его инфантилизации или лишаю ли я его субъектности? Ну, мне кажется, что тоже нет. Ну, мне кажется, что в нормальной родительской и учительской реакции самосохранения нет, в общем, ничего порочного. но мы тоже взрослые люди и тоже должны понимать, что наша власть над детьми, особенно, когда они уже взрослые дети, у нее тоже есть границы. Ну да, вопрос, где мы, как мы определяем взрослость, где нижняя граница взрослости. то, что брянский директор разговаривает на таком языке после того, как одного из учеников с урока забрали в милицию, ну, это, наверное, тоже нормальная реакция. Ну, это да, сейчас нам, друзья, сейчас нам нужно уйти и уйти на перерыв. Действительно, вот вы просто напомнили, тоже напомню, нашим зрителям сюда же и слушателям подверстайте все эти последние рейды милицейские в школах постоянного радио, в школах и университетах антинаркотические, когда школьников как вообще, как шмон на зоне устраивают, ставят к стенке, ноги на ширину плеч и обыскивают, причем я слышал, что сейчас в университете Бонч-Буревич там вообще чуть не насильно студентов за под угрозой отчисления заставляли сдавать тест на наркотики. Это тоже часть вот этого большого дисциплинарного давления на молодое поколение. Мы вернемся буквально через пару секунд. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в эфире телеканала «Настоящее время», в эфире «Радио Свобода». Меня зовут Сергей Медбетев. В гостях у нас сегодня Юрий Сопрыкин, журналист, редакционный директор «Москва Таймс» и Олег Журавлев, социолог, сотрудник лаборатории публичной политики. Извините, лаборатория публичной социологии уже привычно публичная политика, а тут публичная социология. Говорим мы о протестах 26 марта, о том, что последовало после них и в частности о неожиданном для многих явлении молодежи на улице, о том, является ли молодежь, школьники новым протестным сегментом. Или она всегда была таковым, просто мы этого не замечали. Об этом говорит политический активист Мария Баронова. Митинг 26 марта это скорее точка отчета для новой протестной волны. Навальный, как в свое время в 2011 году для офисного класса, был первым политиком, похожим на человека. А вот сейчас он вдруг внезапно для школьников оказался первым человеком, которого они обнаружили там вот в этой среде Кати Клэп, других каких-то звезд Ютуба, что это человек, который похож на живого человека, политик, который похож на человека, а не вот Мизулина и Яровая, которые своими грязными ручонками пытаются лезть в их интернет. Для этих людей интернет это что-то, что появилось раньше, чем они начали говорить. Навальный это человек, который умело это все использует, и политик, который ищет новые каналы доставки своих идей, ищет новые аудитории, и каждая новая выросшая аудитория опять его, молодец. Я вижу качество его работы, и я вижу, что он действительно, каждый новый протестный класс, он умеет хорошо освоить, он умеет к ним обратиться на их языке, он умеет давать им ощущение, что я такой же, как вы, я свой парень, а при том, что сейчас ему уже 40, когда он был социально близким, пытался выглядеть социально близким нам, это было понятно, он был там по 27, например, офисному классу, а ему 35, ну это практически одно и то же. А тут он уже растет, разница в возрасте, а нет, он все равно старается быть социально близким к новому протестному классу, у него очень хорошо получается. В декабре 11-го года в 57-й школе ввели обязательную контрольную, которую 11-ти десятиклассникам нельзя было пропустить, потому что 57-я школа это элитная школа, и просто в субботу, в 10-го декабря сделали эту контрольную, тогда весь вообще школьный протест, был, что все 15-16-летние тогда тоже пытались попасть на Болотную площадь. Вот это ощущение, что у нас отнимают будущее как офисного класса в 11-м году, так возникло сейчас у тех, кто вышел 26-го марта. Мы вот, например, отдельно делаем, ну как-то не совершенно, то есть нам точно никак не связано с Навальным, и в поддержку, скорее даже, Навального это просто вот акция надоела. Мы понимаем, что сейчас время, когда люди хотят высказаться, и нужно канализировать, собственно, нужно дать им возможность высказать. Приходим к выводу, что каждый новый выросший человек в Российской Федерации уже радикально против этого брежневского срока Путина, против, радикально против вот этого брежневского вообще состояния, общества. Каждый новый вырастающий человек. А они будут дальше расти, у меня новости неприятные для Владимира Владимировича, и все эти люди будут против того, что система стагнирует, людей лишают ощущения будущего. Вот мне кажется, Маша здесь говорит очень важную вещь. Юрий, вот вы спросили, а что изменилось с 2011-2012 годом и 2017-м? И вот мне кажется, что Мария здесь отвечает на этот вопрос. Те люди, которые сейчас выходят в жизнь, 15, 14, 15, 17-летние, они не видят для себя будущего в путинской системе. Выдохлось крымское шампанское. Точно так же, как люди, выходившие в 2012-м году. Помните, что происходило с Фейсбуком 24-го сентября 2011-го года, когда было принято решение о рокировке? Как кто-то говорил, весь Фейсбук пакует виртуальные чемоданы. И все обсуждают про то, сколько им будет лет в 2018-м, а может быть, в 2024-м. Тоже, на самом деле, людей на улицу вывел не какой-то сознательный, взрослый, политический протест, а вот ощущение вот этого... Ну, это Фейсбук, Юрий, но сейчас же вышел не Фейсбук, вышел, вышел, вышел контакт. Слушайте, ну, это все, по-моему, это все какая-то странная генерализация. Как в 2012-м году было полно студентов, и на всех митингах, на которых я был, там было столько же детей, столько же подростков и столько же студентов, что и сейчас. На Большом Белом Кольце вокруг меня стояли студенты, а мимо бегали какие-то 15-летние подростки. Ничего в этом смысле не изменилось. Вот. Я бы, знаете, вот единственное изменение, которое я вижу, и которое, по-моему, очень важный симптом, это то, что мы вот так сейчас вцепились вот в эту историю с молодежью, что нам кажется, что вот действительно появилось какое-то новое поколение, которое радикально другое, и нам очень важно что-то про него понять. Вот я последний раз на моей памяти такое, такие вещи, помню, году, наверное, в 86-м, 87-м, вот, когда вдруг всем стало очень важно разобраться с проблемами молодежи. Легко ли быть молодым, когда было подний эксофильм. Да, 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 да. Программа «12 этаж», дайте слово «лестница». Вот всем стало казаться, что молодежь какая-то совсем другая. Вот, и что... 12-й или 16-й этаж, по-моему. Какой-то этаж. Да, по-моему, 16-й этаж, да. И что вот та риторика, тот язык, те ценности, которые есть у взрослых поколений, они уже на них не работают. У них какая-то своя не очень понятная правда, но в этой правде есть какие-то ключи от будущего, поэтому срочно надо с этим разобраться. Вот, по-моему, изменилось не процентное соотношение молодежи на протестных акциях, а изменилась напряженность внимания к молодежи со стороны вполне себе взрослых нас. Ну, что тоже важно. Мы своим дискурсом вот этим формируем политические запросы. На самом деле мы прекрасно... Это значит, что у всех есть какое-то молчаливо разделяемое ощущение, что они совсем другие. Что тот политический язык, на котором говорит государственная пропаганда, и во многом тот, на котором говорит оппозиция, что это все с этими ребятами не работает. Они устарели. Действительно, за эти пять лет, мне кажется, они уже окончательно устарели. И дискурс оппозиции, и дискурс власти. Вот, так сказать, вот тоже последний год как бы большое политическое пространство с удивлением для себя открывает, скажем, мир контакта. Откуда вот синие киты приплывают, где существуют какие-то совершенно непонятные группы. И это какая-то новая социальная реальность, которая еще вот, когда перестройка начиналась, мы не знаем в нашем обществе. И здесь то же самое. Да, 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 да. Есть какие-то таинственные неформалы, у них есть какие-то свои таинственные ритуалы. Вот, они, наверное, очень опасны и связаны с наркотиками и суицидом. Вот, это все... Вот, синие киты это абсолютно вот фильм-трагедия в стиле рок или проблемный телерепортаж 87-го года о неформальных объединениях молодежи. И это, наверное, для кого-то пугающее, для кого-то обнадеженнее. Да, симптоматика, симптоматика такая. Меняется, даже если... Запрос на молодежь неожиданная. Олег, я вас хочу спросить, в том числе, как и человека ассоциировано с левыми движениями. В будущем году будет 50 лет 68-го года. Протестом в Париже, в нынешнем 100 лет 17-го. Да, но пока что 100 лет 17-го, но давайте пока в более близком, в более близкой перспективе работать. Вы видите возможность сопоставимых молодежных студенческих протестов? Ну, вот смотрите, на самом деле мы говорим, да, все про какую-то поколенческую специфику протеста. Я бы тоже не спешил об этом говорить. Действительно, и 68-й год на Западе и очень многие студенческие протесты на Западе сегодняшние, они связаны не с тем, что появляется какое-то новое поколение с новыми ценностями, они связаны с тем, что молодежь становится символом, скажем так, слабых, непривилегированных, теми, у кого нет шансов на будущее. Например, в той же Франции с чем был связан протест в 68-м году? С тем, что произошла массификация студенческой публики, студентов стало очень много, и поэтому университеты, грубо говоря, переполнились, и шансов, на самом деле, которые все ожидали, что мы наконец-то получим образование, а дипломы были девальвированы, шансов стало меньше. Сейчас, когда мы видим в Западной Европе протесты молодых, это опять же не поколенческие протесты, это молодежь, которая испытывает на себе всю силу так называемых неолиберальных реформ, когда сокращают стипендии, сокращают какие-то карьерные возможности, она становится передовым отрядом слабых и непривилегированных. В этом отношении я бы как раз говорил и размышлял не о том, что в ценностном отношении представляет собой молодежь, а о том, сегодня, в момент экономического кризиса, когда становится понятно, что власть пытается любыми способами защитить свои экономические привилегии, будет ли какое-то социально-экономическое наполнение этого протеста, в отличие от Болотной, где скорее гражданские требования превалировали, и станет ли тогда молодежь точно так же передовым отрядом слабых и лишенных права голоса. Ну да, здесь очень хорошо уже в заключении нашей передачи, что мы вспомнили и другие истории прошлого года, те же самые синие киты, суициды, то, что существует огромная группа людей, которая лишена политической субъектности, которую лишают, ну здесь и ювенильная ястиция подверстывается, и все эти Яровая Милонов, и запрет интернета, которую нынешняя политическая и социальная система фактически лишает и голоса, и репрезентации. А у нас есть еще две минуты? Вы знаете, практически нет, практически нет. Ну, давайте, если коротко, за полминуты. Я попробую коротко. Еще один симптом происходящего, это русский хип-хоп, который, безусловно, стал вот такой очень важной поколенческой музыкой, маркером молодежи второй половины десятых годов, и в котором вот сейчас много написано всяких статей про то, что вот все послушали альбом Оксимирона, он такой социально заряженный, и поэтому вышли на улицу. Это все, конечно, не так напрямую работает, но в этой музыке есть какая-то злость, жесткость, заряженность, которой в молодежной музыке не было очень давно, может быть, со времен гражданской обороны лучших ее лет. И вот то, что люди 16-18 лет, они примеряют на себя вот это ощущение, это отношение к миру, это тоже симптом. Ну да, здесь очень хорошо, что вспомнили хип-хоп, так что заканчивая нашу передачу, и благодаря наших сегодняшних гостей, это Олег Журавлев, социолог, сотрудник лаборатории публичной социологии, и Юрий Сопрыкин, журналист, редакционный директор Moscow Times. Хочу сказать, что, собственно, может быть, мы вообще возвращаемся к норме, потому что это часть социальной нормы, то, что молодежь является некой протестной группой. Университет это рассадник протеста, молодежь это люди, которые хотят менять мир, которые не хотят ходить в готовый мир, где у них будет айфон в кармане и теплое место в муниципалитете или выгодный контракт в Газпроме. И это, мне кажется, что наше общество взрослеет. Как ни парадоксально, это прозвучит в отношении к нынешней молодежи, но это акт общего взросления нашего общества. Спасибо, что были сегодня с нами. Оставайтесь на Волнах Радио Свободы и в эфире телеканала Настоящее Время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова